В природе все сбалансировано и все стоит на своих местах. Среднего размера животные поедают мелких, а более крупные хищники поедают средних и мелких. Невозможно, чтобы мышь сожрала волка. Существует миф, что Россия – огромная индустриальная держава. Но если смотреть на цифры, то Россия представляет из себя своего рода суслика, который хочет сожрать всех, даже очень крупных животных. Территория России составляет более 17 миллионов квадратных километров. На ее территории могут разместиться 30 Франций, 50 Германий и 50 Японий. В России больше всех в мире ядерных боеголовок. Больше всех в мире танков – 15 тысяч. Это в два раза больше, чем в Китае и США. Танки считаются наступательным оружием, а не оборонительным. Возникает вопрос, на кого же собралась нападать Россия со своими 15 тысячами танков. Природные ресурсы России оценены в 75,7 триллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем стоимость природных ресурсов США. В России и Иране сосредоточено 40% всех мировых запасов газа. В первую тройку по запасам лесоматериалов тоже попадает Россия, Бразилия и Канада. Кроме того, Россия находится на втором месте по запасам угля и на третьем месте по золотым месторождениям. По всем показателям, это одна из самых богатых стран в мире. Только представьте себе. Хотя бы четверть этих ресурсов находилась бы у такой умной и экономичной страны, как Япония, у которой сейчас только море, рыба и землетрясения. Какая бы страна получилась? Еще в России есть одно богатство. Это свои собственные миллиардеры. Их 96 человек по списку Forbes. Они стоят на втором месте после США. В общем, как ни погляди, благословенная со всех сторон страна. Остается все эти богатство использовать для блага всех жителей этой благословенной земли. Если бы на землю прилетели ничего не знающие о жизни на земле марсиане, ознакомились бы с такой сухой информацией и статистикой, то они были бы уверены, что Россия занимает первое место, ну или по крайней мере стоит на самых первых позициях по экономическому развитию, не уступающему своему военному потенциалу. Но они не учли загадочность русской души. Россия по валовому национальному продукту на душу населения с результатом 26 тысяч долларов занимает 47 место в мире. Например, Япония, не имея никаких природных ресурсов, занимает 27 место. Никто никогда не задумывался над феноменом развития США. Сейчас в цифрах вы увидите, насколько интенсивно, быстро развилась эта страна из практически ничего. Первые поселения колонистов возникли в Америке в конце 16 века. Это были поселения английских и голландских крестьян. Никакой промышленности, никаких айфонов, вообще ничего. Тогда же в России только в Москве было уже 150 кузнец, а также множество золотых и серебряных дел мастеров. В 18 веке в России были уже заводы по производству чугуна, на которых изготавливались пушки, ружья, плуги. А в Америке в это время нищета, голод, плантации табака и зерна, ну и еще какие-то зеленые бумажки под названием доллары, о которых никто слыхом не слыхивал. В 1837 году в России открылась первая железная дорога протяженностью 27 километров. Это был рекорд по тем временам. Естественно, как и полагается, в высокодуховной стране. Рельсы, шпалы, стрелки, вагоны, паровозы были куплены у бездуховных англичан и немцев. За океаном первая железная дорога была построена на три года позже, в 1840 году. А к сегодняшнему дню в Америке 225 тысяч километров железных дорог, а в России всего 82 тысячи, то есть в три раза меньше, несмотря на то, что территория России в два раза больше. Протяженность автомобильных дорог в России 940 тысяч километров. А в Японии, которая в 50 раз меньше России, 1200. Совершенно непонятно, как они на своей мелкой территории умудрились разместить 1200 тысяч километров дорог. Ну а в штатах 6500. В семь раз больше, при площади в два раза меньше, чем в России. То же самое и с аэропортами. По количеству танков Россия на первом месте в мире. А вот по количеству аэропортов в России имеется всего 1220 аэропортов на такую гигантскую территорию. А в надоевшей всем бездуховной Америке, 13500. В 12 раз больше. Конечно, истинные патриоты мне возразят. У России особый путь. Россия – это душа мира. Россия не гонится за материальными благами, за деньгами. Но весь мир пользуется ее достижениями, духовными наработками. И действительно, меня в советской школе учили, что всю мировую науку создали замечательные русские ученые. Россияне создали аэроплан, лампочку накаливания, радио, автомобиль, айфон. Ой нет, айфон они не создали пока еще. Но после школы я, к своему удивлению, узнал, что двигатель цивилизации тем не менее бездуховный и загнивающий запад. Как ни крути. За 2013 год в России было выдано 34 тысячи патентов. А вот в Германии запатентовано 184 тысячи открытия. И в совершенно бездуховной опустившейся США – 501 тысяча. Но даже по этим цифрам понятно, где сконцентрированы основные мозги в мире. Всемирно признанному индексу интеллектуального развития IQ Россия занимает 34 место. Россия, конечно же, духовная страна. У нее великая культура, традиции и скрепы, например, у всех это есть. И сравниться с ней никто не может. Мировая цивилизация, частью которой все-таки является Россия, ценит достижения культуры. Нобелевская премия в области литературы в какой-то степени является признаком этих самых высоких заслуг. За все время премию в области литературы представители России получали 5 раз. И вот их имена. Иван Бунин иммигрировал из России. Иосиф Бродский иммигрировал из России. Александр Солженицын иммигрировал из России. Борис Пастернак. В конечном счете советские власти заставили его отказаться, и он также иммигрировал из России. Зато французы получали эту премию 15 раз. Бездуховные американцы 11 раз. И даже, ну совсем себе, бледные британцы 11 раз. Конечно, россияне искренне считают, что Нобелевская премия это так себе антироссийский клуб дилетантов. И то, что за всю историю ее существования американцы были ее лауреатами в разных номинациях 326 раз, а россияне всего 27, это вообще не имеет никакого значения. Это просто ерунда какая-то. Не буду рассказывать о международной литературной премии имени Ганса Христиана Андерсона за лучшее произведение для детей. Я даже сомневаюсь, что россияне знают о существовании ее, так как они ни разу ее не получали. Или о кинопремии мира «Золотой глобус». Голливуд духовным россиянам не указ. Они постоянно его критикуют, но вот пользуются продукцией Голливуда с удовольствием каждый второй россиянин. Что же тогда определяет духовность? Ну давайте подумаем. Например, музеи. Нам всегда говорили, что в России просто очень много музеев и русские люди с удовольствием ходят в музеи. Итак, при количестве населения 140 миллионов в России насчитывается 2300 музеев. Большая их часть закрылась в 90-е годы и больше никогда не открылась. А в маленькой Швейцарии, попытайтесь найти ее на карте, небольшой такой прыщик с населением меньше, чем в городе Москва. Находится 1130 музеев, то есть ровно половина от всех музеев России. В разлагающейся же Америке совершенно бесстыдная цифра 17200 музеев. У бездуховных американцев 8 раз музеев больше, чем у одухотворенных россиян. Но есть, конечно, в России деяния, показывающие ее истинную духовность и величие. Здесь я буду говорить без особого цинизма и, собственно говоря, без иронии. Потому что цифры, которые пойдут сейчас, это на самом деле очень грустные цифры. В мировом рейтинге свободы СМИ Россия занимает 181 место рядом с Эфиопией и Суданом. Смертность детей до 15 лет в России намного выше, чем на Западе. Например, малышей умирает приблизительно в 4 раза больше, чем в западных странах. Мальчиков в возрасте от 1 до 4 лет в России умирает в среднем 9 человек на 10 тысяч. Такая же цифра на Западе составляет всего 2 человека. Россия занимает одно из первых мест по числу потребления алкоголя на душу населения. Несмотря на то, что россияне утверждают, что они пьют гораздо меньше ужасных немцев, алкашей-англичан и совершенно запихшихся вин. Но вот цифры независимых организаций говорят другое. Россия занимает 57 место по уровню жизни на момент 2014 года. 129 место по уровню продолжительности жизни. 144 место по уровню экономической свободы. 134 место по уровню коррупции. Первое место в мире по величине убыли населения. Первое место в мире по количеству абортов. Первое место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей оставшихся без попечения родителей. Вот такая вот духовность. Первое место в мире по числу пациентов с заболеванием психики. Собственно говоря, после этих цифр я почему-то не удивляюсь на комментарии, которые получаю от дорогих россиян. Первое место в мире по употреблению героина. Первое место в мире по числу полицейских на душу населения. Я думаю, хватит приводить примеров духовности нации. Желающие убедиться в этих цифрах и информации, забивайте в поисковике рекорды и антирекорды стран мира. Вы сами все увидите. Ну что же, скажут мне, в любой нации, в любой стране можно найти недостатки. Конечно, я искренне с этим согласен. Но не любая нация, не любая страна, имея такие показатели, тем не менее считает себя исключительным. Не любая нация и не любая страна считает законным нарушение всех официально подписанных договоров. Далеко не любая страна, имея такие показатели, продолжает внушать своему населению о неком мифическом величии и особой роли в истории мира. Даже удивительно, почему, читая статистику такую, остальные страны не очень-то хотят примыкать к этому блоку. Может быть, просто они не хотят жить так же. Может быть, они не хотят приближаться к таким показателям. Вы об этом никогда не думали? Так же, успокоитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскомусю winockу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...